Добрый вечер, дорогие слушатели. Мы продолжаем наше увлекательное путешествие по Торе, но перед тем, как приступить к нашему сегодняшнему разделу, а это раздел ТЦВ, 28-й перик книги Шмот, два слова о том, что нас ожидает в это воскресенье. То есть, собственно, через три дня наступит праздник Шавуот. В Израиле это один день, воскресенье, в диаспоре это два дня, воскресенье и понедельник, и это праздник дарования Тары. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Что этот праздник только в очень небольшой степени своей является праздником историческим. Напоминанием о том, что примерно там три с половиной тысячи лет назад, если быть вполне точным, 3400 с небольшим лет назад мы стояли у горы Синай, Машер Абейну поднялся на гору и мы получили территорию. И это было вот, я говорю, почти 35 веков назад, но это совершенно небольшая часть этого праздника. То, что мы с вами сегодня читаем то и читаем действительно тот текст, который был на иврите записан три с половиной тысячи лет назад. И не просто мы читаем этот текст, а с каждым прочтением мы находим там какой-то хедуш, какое-то обновление, какие-то новые смыслы, что-то, чего мы раньше не понимали и у мудрецов этого не видели, а вот теперь мы это начинаем понимать. То, что этот текст при каждом прочтении, а вообще говоря, мы в Синагоге по субботам читаем этот текст в течение года, прочитываем его от начала до конца. И каждый раз это чтение иное. И каждый раз в этом чтении мы находим для себя что-то новое. Причем не просто что-то новое. Как говорят наши мудрецы, хочешь быть в курсе мировых новостей, читай недельный раздел Торы. Он весьма серьезно коррелирован с мировыми новостями. Так вот, это и означает, что дарование Торы продолжается. Все эти три с половиной тысячи лет. Это не одномоментное событие, о котором мы просто можем помнить, можем его чтить, можем его праздновать. Но это не одномоментное событие. А дарование Торы на горе Синай, это было только начало процесса, который длится все это время и в том числе и сегодня. И то, что мы с вами сегодня читаем Тору и каждый раз практически из ваших вопросов, из моих каких-то соображений, мы вытаскиваем что-то новое из этого текста. Это и означает, что для нас это дарование Торы продолжается. С чем я вас поздравляю и желаю вам веселого, полезного праздника Шавуот, до которого осталось всего три дня. А теперь мы возвращаемся к нашему недельному разделу. Значит, 28-й перик, 31-й пасук. Значит, я напоминаю содержание предыдущих пасуков. Аберон Тора рассказывает нам о том, какие нужно сделать одежды для рядовых коэнов и для главного коэна. И сделаешь меин эйфода полностью тхелета. Ну, фраза на иврите, значит, вот ее русский перевод звучит как-то не очень понятно. Что значит меин эйфода? Значит, эйфод не надевается сам по себе. Главный коэн должен надеть сначала мантию, а потом сверху на нее эйфод. Значит, вот на этой картинке вы видите мантию, она синего цвета, потому что сказано, меин эйфода полностью тхелета. Значит, весь меин изготавливается из крашеной синей шерсти. И будет отверстие головы в середине его, край будет для отверстия его вокруг изделием ткача. Как отверстие брони будет у него, не порвется. Значит, вот эта мантия в виде такой рубаши с широкими проимами для рук и отверстием для головы. Значит, вот это вот отверстие для головы обшивается, загибается край и оно обшивается для того, чтобы оно было прочное, чтобы ни в коем случае не порвалось. И сделаешь на подоле его гранаты тхелета и аргамана и червлёдицы. На подоле его вокруг. Значит, вот подол меила, вот меил синего цвета и здесь крупно покажен его подол. На подоле из самой ткани выступают такие кисточки и к этим кисточкам через одну прикреплены такие шарики, они называются гранаты. Ну, модельные гранаты, маленькие такие гранатчики и золотые колокольчики. Значит, и сделаешь на подоле его гранаты тхелета и аргамана и червлёдицы. Значит, гранаты, эти самые шарики вывязываются из разноцветных ниток. И колокольчики золота в середине их вокруг. Колокольчик золота и гранат, колокольчик золота и гранат на подоле меиля вокруг. И будет на Аароне, чтобы служить, и будет слышен голос его при входе его в кодыш перед Ашем и при выходе его и не умрёт. То есть представьте себе, когда Аарон или все следующие главные коэны заходят в кодыш Кадашим в полном своём коэнском отделянии, то при каждом шаге звенят вот эти вот золотые колокольчики. Сделано это на самом деле в отличие. Смотрите, когда мы с вами идём, если перед нами нет никаких препятствий, если увидели, что впереди ровная дорога, ровный тротуар, без ям, без канав, без ничего, то вы идёте машинально. Вы не задумываетесь о том, как переставить каждую ногу. Знаете, есть хороший анекдот. В Саракановску спросили, в каком порядке она переставляет ноги. Она задумалась над ответом и остановилась, больше не могла делать ни шагу. Так вот, Саракановска задумалась о порядке переставления ног. А мы с вами идём чисто автоматически. И поэтому Аллаха в двух местах предостерегает нас от автоматизма движения. Если вы были в Иерусалиме и были у Храмовой горы и подходили к воротам Хульды, это ворота, которые ведут на Храмовую гору с южной стороны, со стороны города Давид. То там, сейчас это археологически всё открыто, всё это можно увидеть, ступеньки лестницы, по которой люди поднимались к воротам Хульды и дальше под земным туннелем выходили на верхнюю площадку Храмовой горы. Так вот, эти ступеньки различной высоты и различной ширины. И в этом есть глубокий смысл. Человек не должен автоматически подниматься на Храмовую гору. Он должен внимательно смотреть, ну иначе вы просто не подниметесь, да, если ступеньки разной ширины и разной высоты. Так вот, человек должен внимательно смотреть, продумывать каждый шаг и понимать, куда он поднимается и зачем. Это один эластический момент. А второй эластический момент – вот это вот одежда главного Коэна. Он не должен входить в кодес Кадашим ни размашистым шагом, ни машинальным шагом. Он должен идти, не торопясь, и, слушая звон колокольчиков, думать о том, куда и зачем он заходит. Только тогда он будет в том состоянии, которое необходимо для посещения кодес Кадашим. И только в этом случае главный Коэн не умрет. Смерть главного Коэна в кодес Кадашим – это было довольно, ну, не то чтобы часто, но событие, которое иногда случалось. И вот звон колокольчиков, напоминающий о том, что в этот момент Коэн должен убрать от себя абсолютно все эгоистические мысли. Он должен перестать думать о себе, о своей семье. Он должен думать только о предстоящем контакте со Всевышним во имя всего народа Израиля. И на это его настраивают колокольчики. И сделаем... Да? Ури, тут же точно так же 31-33 посылка в контексте прошлого занятия. Тут же точно так же написано «Ва-сито», то есть «Изделай». Абсолютно верно, абсолютно верно. И хотя у нас с вами сегодня не или нет колокольчиков, нет, но есть «Цицит», про который, кстати, тоже написано «Изделай». И мы их-таки делаем. И, так сказать, они нам помогают настроиться вот на контакт со Всевышним. «Изделай циц золота чистого, и вырежешь на нем резьбой печати кодыш для Ашем, и поместишь его на нить тхелет, и будет на Мецнефите, к лицу Мецнефита будет». Значит, вот он циц, на котором написано «Кодыш для Ашем», золотая пластинка, и вот этот циц на Мецнефите у главного Коэна. Значит, вот эта золотая пластинка на лбу, и укрепляется она лентами синего цвета, лентами тхелет, привязывается. Интересный функционал этого цица. Значит, во-первых, я уже говорил, что 8 элементов одежды главного Коэна, значит, 4 элемента повторяют одежду рядовых Коэнов. 4 элемента дополнительно только у главного Коэна. Так то, что у обычных Коэнов нейтрализует обычное нарушение рядовых людей, а то, что у главного Коэна нейтрализует нарушение, которое допускает элита, которое допускает руководство. Так вот, циц нейтрализует склонность человека к держисти, которая проявляется на лбу. Значит, вот дерзкий человек, он так вот высоко держит голову, смотрит сквозь своего собеседника, в упор его не видит, он видит только себя, он слышит только себя. Так вот, надпись на лбу главного Коэна, она напоминает, что ничего для себя, все для Ашеба. Это первая задача, которую выполняет Ашеб. И вторая. И будет на лбу Аарона, и понесет Аарон вину отделений, которые отделятся на Израиля во всех дарах отделений их. И будет на лбу его всегда для желанности для них перед Ашеб. Значит, о чем речь? Что такое отделение? Значит, вот у меня есть стадо овечек, там сколько-то голов, и я отделил какое-то количество овечек для принесения в жертву, отделил их для Всевышнего. Так вот, факт этого отделения далеко не всегда может происходить с чистыми намерениями. Понимаете, какая штука? Ну, я не знаю, человек провинился. Согласно, значит, по решению суда, он должен принести в храм повинную жертву, хатат. И вот он берет эту овечку, козленка, ягненка, ведет в храм и при этом думает, ну вот, блин, судья, как ко мне прицепился. То есть, он выполняет решение суда, он действует по торе, но мысли при этом у него могут быть самые неправильные. А как мы уже много раз в разных местах сталкивались, в иудаизме направленность мысли более важна, чем даже само действие. То есть, главное, чтобы были правильные мысли. Так вот, этот цит первосвященника, он исправляет вот эти вот вину отделений. Он исправляет неподобающие мысли при выделении имущества для пожертвования в храм или для жертву Алла и так далее. И вот эту вину, которая возникла из-за плохих мыслей, Аарон берет на себя. И это делает цит. Ну, как-то, как-то он это делает. Ну, мы об этом уже говорили. Значит, из льна делается внутренняя рубаха. Вот сейчас мы видим от этой рубахи рукава. И она ячейстая, то есть напоминает вафельное полотенце. И мецнефет, то есть вот этот головной убор, что-то такое похожее на челну, он тоже делается из льна. И пояс, которого мы здесь не видим, пояс внутри, он поясом подпоясен ктонет, он под милем. И пояс представляет собой длинную полосу, где-то 15 локтей длиной, которая наматывается на пояснице. А сынам Аарона сделай ктонеты и сделаешь им овнеты и мигбаот сделаешь им для почета и для великолепия. То есть для рядовых коинов, для сынов Аарона делаются такие же белые ктонеты льняные, овнет, которым подпоясивается ктонет, и мигбаот. Мигбаот – это головной убор, он попроще, чем мецнефет, но все равно очень красивый. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что во времена стояния нашего у горы Синай головной убор не являлся обязательным предметом еврейской одежды. То есть в те времена головной убор носили только коины и главный коин. И только в эпоху Мишли и Талмуда появился обычай, не так плохо сказал, после разрушения храма Второго во времена Академии Явна, когда молитва заменялась, молитва заменяла жертвоприношение, то возник обычай покрывать голову во время молитвы. Почему? Логика очень простая. Жертвоприношение в храме приносили коины, и они делали это с покрытыми головами. Мудрецы сказали, что работа сердца и работа уст, молитва наша, заменит жертвоприношение, и значит молиться надо тоже с покрытой головой. И еще позже, в эпоху Мишли и Талмуда, даже в конце этой эпохи, возник обычай у евреев покрывать голову постоянно, а не только во время молитвы. То есть этот обычай относительно поздний. Значит, несколько позже мы подробно увидим, что такое обряд помажения. То есть это, значит, на разные точки тела наносилось ароматическое масло. То есть специально оливковое масло чистое, настоянное на смехе благовоний. Значит, наполнишь руки, в переводе на русский язык, чтобы это было понятно, уполномочишь. Значит, вот есть русское слово уполномочить, стать полномочным представителем, полномочным деятелем. Так вот, в Танахе смысл этого оборота и наполнишь руки их, и выделишь их, и будут служить мне. То есть, как мы уже говорили, в храме Аарона, вот в этом храме для неидеальных людей, определенные работы могут делать только выделенные работники, а именно потомки Аарона. Только они могут это делать. Значит, и сделаешь им мехносаем льна, чтобы покрыть плоть тервы, от поясницы до бедер будут. То есть, всем и Аарону, и его сыновьям делаются такие штаны мехносаем, в современном иврите это брюки, значит, ну вот мехносаем. Они льняные от поясницы до бедер, и их задача закрыть плоть и рвы, то есть район полового органа, и предостеречь человека от склонности к половому разврату. И будут на Аароне, и на сыновьях его, при входе их в шатер встречи, или при подходе их к жертвеннику, чтобы служить в кодыш, и не понесут вину, и умрут закон вечный ему, и семени его за ним. Семени, то есть потомства. Значит, Тора очень подробно описывает вот эту вот одежду, причем, если говорить о главном коине, то одежда, конечно, необычайная для того времени. То есть мы помним, что даже египетский фараон ходил, его тронная одежда, египетского фараона, это был белый передник льняной, не более чем. А здесь, вот этот вот роскошный эйфот из смеси разных красивых нитей. Хошин, играющий драгоценными камнями, золотая пластина цица. То есть вот одежда главного коина, это действительно выделение, это великолепие, это впечатление на всех зрителей. У рядовых коинах одежда гораздо скромнее. По сути дела, ну что видит человек, глядя на обычного коина? Он видит льняной ктонет, то есть длинная рубаха, простая прямая длинная рубаха, типа белого вафельного полотенца. Подпоясана длинным поясом, так сказать, вот отвернутая эта лента, рубаха подпоясана и шапочка. Лен, в общем, отбеливать слишком сильно мы умели, так что он был такой даже не очень белый, там слегка сероватый, слегка желтоватый. В общем, такая достаточно скромная одежда. И тем не менее, вот именно эту одежду, предназначенную, надо носить. Вообще говоря, вот эта вот какая-то особая одежда, она в истории человечества появляется каждый раз, когда человек выходит за пределы своего обычного существования. Ну, самый простой пример, значит, пока вы сидите дома в какой-то домашней одежде, но для того, чтобы выйти на улицу, я не имею в виду летний израиль, а где-нибудь в средней полосе или в нашем Израиле зимой, нужно утеплиться, нужно защититься от дождя, то есть вот выход из дома на улицу подразумевает какую-то специальную, достаточно функциональную одежду. Если человек покидает свой дом и отправляется на войну, то он одевает тоже специальную функциональную одежду. И современная военная форма – это, по сути дела, наследница защитных доспехов. Человек идет на войну, там вообще говоря, могут убить, там летают стрелы и все такое прочее, значит, надо одеть шлем, латы, щит, такая вот специальная защитная одежда. Водолаз покидает корабль и опускается в море. Он покидает обычную, привычную человеческую среду обитания в воздухе, и для того, чтобы погрузиться под воду, ему нужно одеть какую-то вот одежду специальную, которая будет его защищать от стихии воды. Ну и, наконец, самая современная ситуация из космической станции, из МКС, космонавт выходит в открытый космос. Что-то такое делать на поверхности станции или что-то в этом роде. И вот он должен одеть космический скафандр, потому что как только он выйдет за вот этот входной шлюш, как только он покинет МКС, то там будет и ультрафиолетовое излучение, и жуткие потоки там радиоактивных частиц, и совершенно нечеловеческая холод или жара, в зависимости от того, он на солнечной или на теневой стороне оказывается. То есть, все, что за пределами человеческой среды обитания, такой обычной и стандартной, требует особой одежды. Так вот, полный аналог космического скафандра, который надо одеть, чтобы выйти из нормальной среды обитания МКС в открытый космос, только выйти наружу, открытый космос снаружи, а человеческие условия обитания нет. Так вот, примерно таким же скафандром должен защититься главный коэн, который выходит из нашего мира. Он входит в кодаж Кадашин, это уже место, которое нашему миру не принадлежит. Это космос, но только это космос не снаружи, а внутри. Если вы помните, кажется, две лекции назад я вам рассказывал, что в кодаж Кадашин физические законы мира переставали действовать. Что при ширине кодаж Кадашин в 10 локтей, внутри стоял ковчег шириной полтора локтя. И при этом от одного края ковчега до стенки было 5 локтей, а от другого края ковчега до стенки было 5 локтей. То есть 5 плюс 5 плюс полтора, это никак не может быть 10. Но это было 10. То есть вот эта кодаж Кадашин, это уже не физический мир. Это мир контакта со Всевышним. Это выход за рамки физического. И подобно космонавту, который выходит в открытие космос, главный Коэн, входя в этот космос, ковчег Кадашин, должен был одеть вот этот специальный свой скафандр. Мало того, не просто надо было одеть эти одежды, нужно было еще определенным образом подготовиться. И это слово, которое сделает для них, для кого для них, для Аарона и для его сыновей, чтобы выделить их служить мне. Возьми одного быка, сына быка, то есть теленка, и барана в двух цельных. Значит, я обращаю ваше внимание, к кому это обращение. Это Всевышний говорит Маше. То есть служить в кодаж Кадашин будет Аарон и его сыновья. Но подготовить их к этому служению должен Маше Рабель. То есть он, как бы сейчас, является посредником между Всевышним и Коэнами. Он их научит, они продолжат служение. Возьми одного быка, сына быка, и барана в двух цельных. Ситуация следующая. Обычно в коровьем стадии бывает один бык. Второй не нужен. Во-первых, управлять быком гораздо сложнее, чем коровами. Ему может что-то взбрести в голову, он начнет там бодаться, легаться, и укротить его достаточно сложно. Во-вторых, это, ну, совершенно не нужно для того, чтобы обеспечить воспроизведение стада, там, 20, 30, 50 коров. Вполне достаточно одного быка, и он все с ними делает как надо. Когда бык умирает, то, ну, или точнее, когда он становится слишком старый, чтобы упражняться с коровами, значит, тогда его режут на мясо и заменяют в более молодым. Значит, здесь в этом по сути велено взять одного быка, сына быка. То есть, надо взять теленка, отец которого еще вполне себе нормальный бык. Он, его на мясо никто не режет, он работает быком стада. То есть, речь идет о очень маленьком теленке. Значит, одного быка, сына быка, и баранов двух, цельных. То есть, и вот этот теленок, и два барана должны быть без всяких повреждений, то есть, никаких там сломанных ног, там, слепого глажа или чего-то такое. Для этого дела не пригодны. И хлеб мацот, и халы мацот, замешанные в масле, и лепешки мацот, помаженные маслом, тонкой муки пшеницы, сделай их. Значит, здесь три вида хлебных изделий. Значит, хлеб мацот, это, по сути дела, печеный хлеб. Значит, то, что он мацот, это значит, он должен быть сделан без закваски. То есть, это пресный хлеб. Хала мацот, это пресный хлеб, только такой пышный, толстый хлеб. И если он будет просто сделан на воде, то он очень быстро станет деревянным. Его есть будет невозможно. Поэтому речь идет о том, чтобы эти халы мацот были замешаны в масле. И лепешки мацот, то есть, тонкие лепешки, нечто похожее на нашу современную мацот, только они должны быть помажены маслом. Значит, все вот это вот масло оливковое, тонкой муки пшеницы, сделай их. И дашь их в корзину одну, и приблизишь их в корзине, и быка, и двух баранов. Значит, вот два барана, бык и корзинка хлебных изделий. А Аарона и сыновей его приблизь ко входу шатрат встречи, и омоешь их в воде, и возьмешь одежды, и оденешь на Аарона, «Ктонет, и милейфоды, и ифоды, и хошин, и опоясешь его поясом Айфода, и возложишь мацнефет на голову его, и дашь венец выделенности на мацнефет». Значит, вот одели Аарона во все восемь одежды. Ну, здесь в перечислении пропущены мехносаем, вот те самые брюки, которые одевают под «Ктонет», и опущен здесь овнет, которым опоясывается «Ктонет». Ну, он здесь есть. И возьмешь масло помажения, и выльешь на голову его, и помажешь его. Значит, оливковое масло в еврейской символике – это носитель света и мудрости. И вот на голову главного Коэна льют оливковое масло, настояное на благоволоках. Я несколько лет назад видел современный фильм, то есть фильм 2000-х годов, Тарас Бульба, экранизация Гоголя. Так вот, в этом фильме режиссер достаточно подробно показал те обычаи, которые были в Запорожской сече. И в частности, мне запомнился там обычай, как Тараса Бульбу выбирали атаманом. Значит, вот собираются все запорожцы, идет обсуждение. Потом, значит, в итоге этого обсуждения решают, что Тарас будет атаманом. Секретарь, писарь войска приносит знаки атаманского достоинства. Там булава, значит, вот это все дает ему в руки. После чего, а дело происходило где-то после дождя, а там, значит, в общем, под ногами хлюпает. Так вот, после этого этот самый писарь войска зачерпывает грязь. Представьте себе, украинский чернозем после дождя, да? Вот он зачерпывает с земли грязь и на голову Тараса. Вот это вот прямо, его вот это, и грязь течет по лицу, там, помазание. И мне это напомнило знаменитое выражение православного патриарха Тихона, когда ему рассказали, что где-то в районе Красной площади прорвало канализацию. И чуть было не затопило мокзолей. Но дело было, это мокзолей был еще временный, 24-й год. И вот где-то там прорвало трубу, и еле-еле удалось спасти мокзолея от затопления. На что патриарх произнес знаменитую фразу. «Помощам и елей». То есть, вот если атаманы Допорожские сенча мазали грязью, то главного Коэна мазали ароматическим оливковым маслом, символом света, символом мудрости. «И сыновей его приблизь, и оденешь их в Ктонаты, и опояшешь их Авнетом, а Аарона и сыновей его». Значит, вот я вам сказал, что на Аароне тоже был Авнет, на Ктонатом. «И оденешь им мигбаот», а вот мигбаот для сыновей. «И будет для них коинство законом вечным, и наполнишь руку Аарона и руку сыновей его». То есть, вот, значит, надо их одеть, значит, после омовения, после мигбы, на них одевается соответствующая одежда, а дальше им надо передать уполномочение. Как оно передается? «И приблизишь быка», то есть это вот молодого теленка, «перед шатром встречи, и возложит Аарон и сыновья его руки свои на голову быка». Значит, немножко странное построение фразы. Слово «возложит» здесь употребляется в единственном числе. И вот сказано «И возложит Аарон и сыновья его руки свои на голову быка». Понимать это, скорее всего, надо так. Сначала возложит Аарон, а потом возложит сыновья. Это действие, аналогичное действию в Йом-Кипур, когда главный коин символически возлагает все грехи Израиля на голову козла. Так вот, здесь этот бык предназначен для того, чтобы искупить все грехи Аарона и его сыновей. Даже они от ошибок не застрахованы. И поэтому необходимо им осуществить вот это вот исправление своих ошибок. «И зарежешь быка перед Ашем у входа в шофер встречи. И возьмешь из крови быка». Да, пожалуйста. Да, есть. Мне кажется, очень важно, поэтому сейчас не смогу сказать. вопрос «И возложить Рон и сыновья его руки свои на голову быка и зарежешь». Они держат руку и режут или положили и отпустили? Нет, нет. Положили, вероятно, так сказать, Тора об этом не говорит, но происходит что-то типа исповеди. То есть вот я же ошибся там-то, там-то и там-то. Простите меня. После чего зарежет быка Маше. Не Аарон будет режать. Он сразу и зарежешь быка перед Ашем у входа в шофер встречи. «И возьмешь из крови быка и дашь на рога жертвенника пальцем своим, а всю кровь вылей к основанию жертвенника». Значит, ну, здесь еще можно сказать вот о чем. «Зарежешь» – это глагол «лишход», «зарезать». И отсюда однокоренное с ним, ну, собственно, производное от этого глагола «шхита», «зарезание». «Шхита» – это то, как мы режем животных для того, чтобы их использовать в пищу. Значит, очень-очень острый нож, то есть нож, по сравнению с которым обычная опасная бритва – это ржавая пила. Значит, этот нож точится безумное время, становится предельно острым, без единой зазубленки. И вот этим ножом, одним движением надо лишь ход зарезать, надо перерезать животному одновременно дыхательное горло, пищевод, артерию, вену и нервное окончание. То есть, поскольку нож очень острый, то животное никакой боли от скользящего такого движения не испытывает и умирает быстро и безболезненно. И это очень важно для еврейского правила приготовления животных в жертву или в пищу. И кровь надо вылить к основанию жертвенника. В крови душа всего живого. А жертвенник связывает. Значит, вот когда мы возносим жертвы, да, и они дымом поднимаются вверх, они поднимаются в верхний мир, ко Всевышнему. То есть, вот сам жертвенник – это элемент связи нашего мира с миром верхним. И кровь, которая является носителем живой души, она выливается к этому элементу связи. И возьмешь весь жир, покрывающий внутренности, пленку на печени и две почки, и жир, который на них, и воскуришь на жертвенник. И мясо быка, и кожу его, и выделение его сожги огнем вне лагеря. Хатат – это. Хатат – он. Ну, значит, на жертвенник приносятся только некоторые части, внутренний жир, почки, пленка печени, внутренняя диафрагма с жиром. Вот это вот приносится на жертвенник. Остальное мясо быка, все, что у него есть, рубят на куски и сжигают огнем вне лагеря, не на жертвеннике. То есть, символ, что бык принял на себя все ошибки и промахи коэнов, и, так сказать, его сожгли, и все эти ошибки аннулированы. И барана одного возьми, и возложит Аарон и сыновья его руки свои на голову барана. То есть, та же самая процедура, только здесь она происходит одновременно. Если там было сказано «возложит Аарон», то здесь возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову барана. То есть, все одновременно. И зарежешь барана, и возьмешь кровь его, и бросишь его, и бросишь на жертвенник вокруг. То есть, опять-таки, кровь носитель души барана. Значит, он, кровь, выливается на жертвенник. И барана разрежь на часть него, и помоешь внутренности его, и голени его, и дашь на части его, и на голову его, и воскуришь всего барана на жертвенник. Ола он для Ашем, запах благоухания огненная для Ашем. Значит, бык – это хатат, это жертва за ошибки, и вместе со своими ошибками он сжигается за пределами власти. Первый баран – это Ола, это жертва всесожжения, которая создает приятное благоухание для Всевышнего. И возьмешь барана второго, и возложит Аарон и сыновья руки свои на голову барана. Значит, здесь опять подобно быку делается. Сначала Аарон, потом сыновья. «И зарежешь барана, и возьмешь из крови его, и дашь на мочку уха Аарона, и на мочку уха сыновей его правого, и на большой палец руки их правой, и на большой палец ноги их правой, и бросишь кровь на жертвенник вахту». Что это за символическая вещь? Говорят наши мудрецы, что у человека есть три характерных выступа туловища. Мочка уха. То есть вся голова более или менее с одинаковой кривизной, а вот ухо характерно выступает из головы. И именно ухо отвечает за строй мыслей в голове. И, между прочим, когда женщина, сейчас уже только женщина, носят сережки, то исторически, с ранших времен, древнеегипетских и прочих языческих, ношение сережек – это некий талисман, который помогает с мыслями, избавляет от дурных мыслей там и так далее, и так далее. Именно поэтому на мочке уха. Второй выступ – это большой палец руки. И вся рука, но вот отдельно у нее всегда стоит большой палец. Да, четыре вместе, один отстанет. И этот выступ отвечает за действия человека. И третий выступ – это большой палец ноги. Причем, значит, дай Бог, чтобы никому из вас этого не приходилось переживать. Я как-то видел, как человек потерял большие пальцы ног в результате обморожения. Ему потом очень сложно было научиться ходить. То есть, вот как ни странно, вот вся нога вроде, вся стопа на месте, но ходить, ему научиться было крайне трудно. Потому что в нашей ходьбе последний толчок от земли делает именно большой палец. Он предельно важен для движения. Итак, вот эти три выступающих части. Мочка уха – контроль мыслей. Большой палец руки – контроль действия. Большой палец ноги – контроль движения. И при этом мажут кровью правую мочку, правый палец и правый палец ноги. Почему? Правая сторона – сторона милосердия, сторона рахамина. Левая сторона – сторона суда. Так вот, этот обряд помажения, он предназначен для того, чтобы укрепить милосердную составляющую мыслей, действий, движений для коя. И возьмешь из крови, которая на жертвеннике, и из масла помажения, и побрызгаешь на Аарона, и на одежду его, и на сыновей его, и на сыновей его, и на одежду сыновей его с ним. И выделится он, и одежда его, и сыновья его, и одежда сыновей его с ним. То есть, понимаете, не просто выделяют коэнов от всех израильтян, но еще и отдельно выделяют одежды коэнов. Те самые скафандры, в которых они должны выходить, вот это мировое пространство ко всему. И возьмите, да, пожалуйста. Вот 21-й пасуг, правая сторона, ой, точнее, 20-й пасуг, правая сторона, это то, что метка, ему память на всю жизнь, как мы встаем с правой ноги, так и у них, чтобы они суд делали через хэсет. Это как раздел на сон. Совершенно верно. Именно помажение правой стороны. Ну вот, коэны получают усиление правой стороны, то есть милосердия, хэсета от крови животного. То есть, получается, здесь это идет, да, действительно, как бы усиление, так это... Я не знаю даже, как по-русски это сказать. Скажите на иврите, переведем. Я еще не выучил, чтобы на нем так хорошо говорить. Ну, в общем, штука такая. На английском, кстати, скажите. Рахамим, пожалуйста. Хэсетер, Рахамим. Вот. Нет, Юра, я имел в виду, что если Рахамим не знает, как сказать на иврите, он может на английском сказать. А, можно сказать на любом языке, пожалуйста, попробуем разобраться. Но главное, что речь идет о чем? Что коэны получают усиление качества милосердия. Усиление качества милосердия. И в дальнейшем мы увидим, что если вождь народа, Машер Абейн, иногда отдавал страшные приказы, иногда отдавал приказы, связанные с убийством жестоким, ну, в современном политкорректном обществе об этом и говорить как-то неудобно. То Аарон и его сыновья, и все коэны, они всегда отличались вот этим милосердием. Нисколько судить, сколько мирить, разъяснять, смягчать нравы. Вот это была всегда задача коэнов и главного коэна. Значит, теперь у нас речь идет о втором баране. И возьмешь от барана жир и курдюк, и жир, покрывающий внутренности, пленку печени, и две почки, и жир, который на них, и голень правую. Потому что баран наполнение он, значит, мы с вами уже говорили, наполнить руки, это значит, уполномочить. Так вот, берутся некоторые части барана, внутренности правая голень, и кикар хлеба один, и халух хлебомасла одну, и лепешку одну из корзины мацот. Значит, кикар в данном контексте, да, вот не кикар серебра, не кикар золота, а кикар хлеба. Речь идет о том, что это круглый, это определенная форма хлеба, в отличие от кикара меры веса. Значит, вот из той корзинки, которая перед Ашем, надо взять один круглый хлеб, одну халу и одну лепешку, помазанную маслом, и положишь все, то есть внутренности барана, голень и вот эти три хлеба, на ладони Аарона и на ладони сыновей его, и размахнешь их размахиванием перед Ашем. Значит, что такое размахивание? Это, значит, вообще говоря, в иудаизме есть вот несколько таких ритуальных действий. Значит, размахивание, это положить на... Так, как бы не показать... Ага, вот. Так, вот сейчас, у меня рука. Движение влево-вправо, вверх-вниз. Вот это и есть размахивание. И символика размахивания означает, что все вот это слева направо я отдаю вверх для Всевышнего. То есть это ритуальное действие, связанное с тем, что вот эти предметы... Хлеб, он был просто хлеб. В принципе, его можно было съесть. Но я это сделал размахивание хлебом, и тем самым я предназначил этот хлеб для Всевышнего. Значит, и возьмешь их из рук их, то есть Маше забирает все эти предметы из рук Аарона и сыновей его, и воскуришь на жертвенник в дополнение к Ола, для запаха благоухания перед Ашем, огненное это для Ашем. Значит, первого барана сожгли хлебом на жертвеннике, от второго барана взяли внутреннести и правую голень, взяли три хлеба и тоже сожгли на жертвеннике. И возьмешь грудину от барана наполнения, который для Аарона, то есть вот этот второй баран, и размахнешь ее размахиванием перед Ашем, и будет тебе долей. И выделишь грудину размахивания и голень возношения, которая размахнута, и которая вознесена от барана наполнения, от того, который для Аарона, и от того, который для сыновей его. Значит, смотрите. Второй баран. Внутренности и правая голень на жертвенник. Это для Всевышнего. Грудина – это доля Машера Бенни. Ему тоже надо что-то кушать. И здесь сейчас, во время уполномочивания Аарона, фактически главным коэном является Машер. И он получает грудину как долю главного коэна. И подобное этому, это мы узнаем в следующей книге Ваикра, как приносятся разнообразные жертвы. Коэн, который помог рядовому израильчанину принести жертву, получает вот эту вот грудину в качестве своей доли, заработной платы. Кушать ему надо. А тут еще такая интересная вещь. Это размахивание в четыре стороны света. Да. Я попытался показать, да, что я вот... Да, да, да. Все, что у меня есть слева и справа, вот все, что вокруг, я поднимаю вверх. Я определяю для Всевышнего. Но в это же время это лежит на руке. Да. Это не это же параллель этого самого кодышка душим. И еще размахивают хлебом, а потом мясом. Без крови. Да. Может быть, есть тут еще какая-то, еще что-то глубокое, что мясо, а потом... О, точнее, хлеб, а потом мясо. Нет, здесь в данном случае размахивание одновременно. И голенью, и хлебом. Вот они как-то так... Одновременно? Просто я вообще не вижу, что это одновременно делается. Вернемся. Значит так. Так, и возьмешь от барана, перечисляешь ей голень правую, и кекар хлеба один, и хлебомашь одну, и положишь все на ладони Аарона, и на ладони Шеновиева. То есть, вот они там все вместе вот составили ладони и начали вот это вот движение размахивать. Все вместе. Все вместе и всем вместе. Вот. Да, значит, так, 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 потерял. Вот. И будет для Аарона и для Шенови его законом вечным от сынов Исраэля, потому что возношение это и возношением будет от сынов Исраэля, от зарезания сломимых, возношением их для Ашем. То есть, вот, где Тора говорит о том, что то, что сегодня получает Маше, вот эту грудину, в дальнейшем это будет для Аарона и для сыновей его, когда они будут заниматься жертвоприношением. И одежды выделенности, которые для Аарона будут для сыновей его после него, для помазывания ими и для наполнения ими рук. То есть, Аарон не вечен, и Тора заведомо устанавливает вот эту предемственность. То есть, из числа потомков Аарона будет избираться новый главный Коэн, и он будет получать вот эти одежды выделенности, и он будет проходить ту же самую процедуру уполномочивания. То есть, после смерти Аарона новый главный Коэн будет также проходить семидневную процедуру уполномочивания. То есть, вот все, что осталось от барана, минус голень, минус грудина, минус внутренности, все остальное, то есть, грубо говоря, там пять шестых туши барана, его надо сварить вместе выделенным. Что такое место выделенное? Двор при мешкании. И будет есть Аарон и сыновья его мясо барана и хлеб, который в корзине у входа шатра встречи. И будут есть их, которыми искуплено, чтобы наполнить руки их, чтобы выделить их, а чужой не будет есть, потому что выделенное они. Значит, и если останется от мяса наполнение и от хлеба, то есть, вот того хлеба, который в корзине, да, с маслом, до утра и сожжешь оставшееся в огне, не будет съедено, потому что выделенное оно. И сделаешь для Аарона и для сыновей его так, как все, что приказал я тебя, семь дней наполняй руки их. То есть, вот эти семь дней превращения Аарона в главного Коэна и его сыновей в Коэнов, это явно параллель с семью днями творения, да. Вот для того, чтобы сотворить новую сущность, из человека Аарона, брата Машель, сделать главного Коэна, должно пройти семь дней. И в эти семь дней Аарон и его сыновья являются абсолютно выделенными от израильского общества. Никто не может с ними разделить их трапезу. Вот это мясо и этот хлеб едят только они. И, значит, если они что-то за ночь съесть не успели, это надо сжечь на огне. И эта процедура продолжается в течение семи дней. То есть? То есть, семь дней. Каждый день режется сын быка. Следующий. Да, 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 да. И дальше Торо и говорит. И быка хатат делай в день вместе с искуплениями. И очистишь жертвенника, искупая его. И помажешь его, чтобы выделить его. Семь дней искупай жертвенник. И выделишь его. И будет жертвенник Кодыш Кадашим. Всякий, касающийся жертвенника, выделится. Значит, так, уже десятый час. Я хотел вам показать еще две картинки. Значит, остальной текст мы уже продолжим в следующий раз. Значит, вот я нашел две красивых картинки. Значит, вот это главный коин делает воскурение на желатом жертвеннике. Вот золотой жертвенник вполне таких небольших размеров. На его верхней поверхности сжигаются благовония. Это раз. Теперь, вот золотой жертвенник, что называется, в натуральную величину. Действительно золотой. И находится он в институте храма. Как я уже сказал, там делаются всевозможные предметы для того, чтобы службу в храме можно было начать, как только так сразу. Значит, вот он под стеклом там хранится. И вот красивая картинка. Мне очень нравится. Значит, вот внутренность мешка. Значит, обратите внимание, вот верхние покрывала, вот завернутые, как бы открыта внутренность мешкана. Вот горящая минара. Главный коин, который возжигает благовония на золотом жертвеннике. Минара стоит у южной стороны. Юг – это свет и мудрость. Стол с хлебами предложения у северной стороны. Это экономика. И вот за занавесом находится ковчег. И шесты, вставленные в ковчег, он всегда готов для переноски. А внутри ковчега, так здесь условно показано, что как бы часть стенки отсутствует. На самом деле, конечно, стенка сплошная. Но, чтобы мы понимали, что внутри лежат скрижали. Кроме того, там стоит кувшин с маном. И скрижали там две пары. Обломки первой пары скрижали. И целые вторые скрижали. И первый свиток Торы, который был записан самим Машей. Туф, какие ко мне есть вопросы? Есть вопросы. Я там в чате писал раньше. Так, иду в чате. В начале, когда мы говорили про то, что евреи не ходили раньше, то есть не было. Просто, что под солнцем невозможно долго находиться с непокрытой головой. Смотрите, значит, вот наш талит современный, талит Гадоль, который на молитве одеваем, это некая вторая производная от еврейской такой бедуинской накидки, в которой путешествовали по пустыне, на верблюдах ездили. То есть человек вот в этом самом, в этой накидке, и если светит солнце или дует вечер или, не дай бог, песчаная буря, то он закрывает это дело с головой. Значит, вот просто край накидки закрывает им голову. Не было отдельного головного убора. Значит, так было принято в раньше... То есть покрытие, то есть был головной убор, но... Ну, вот накидка, которая работала и головным убором. Но при этом это было по необходимости, да, вот я еду на верблюде по пустыне, понятно, я накрою себя, подобно современным бедуинам. Но если я в доме, в городе, у меня нет никакой необходимости покрывать голову, я ее не покрываю. Накидка у меня на плечах, как плащ. Так было в раньше времени. И второй вопрос. Замешивание теста с маслом убивает твердость? Снимает твердость, да. Он становится мягче, вкуснее. Ну, с дома такая получается. По сути дела, что такое... Это не вместо закваски, но вот когда выпекают сдобу, да, чтобы получилось сдоба, туда надо добавить масло, яички, чтобы сладкая была, сахар. Ну, если сахар не добавлять, то масло делает тесто более мягким, сдобным, хлеб становится более мягким. Вот. Так что так. Все, значит, тогда, товарищи, вам всем шаббат шалом. И успешного, веселого и познавательного праздника Шелуот. Мы с вами сделали еще маленький шаг на пути непрерывного получения Торы. Всем спасибо за внимание. Следующую неделю тоже урок, да? Да, конечно. Как обычно, в среду, да, все будет. Спасибо.